Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о введении дополнительных мер для противодействия распространению коронавируса. Теперь жители Подмосковья с симптомами ОРВИ и ОРЗ обязаны находиться дома. Покинуть квартиру можно только для получения медицинской помощи. Ограничения касаются не только больных, но и тех, кто проживает вместе с ними. Помимо обращения за медпомощью, разрешается выходить в магазин и аптеку, выбрасывать мусор и гулять с домашними животными не далее, чем в 100 метрах от дома. Следить за соблюдением режима самоизоляции будут при помощи технологий электронного мониторинга местоположения. В связи с началом дачного сезона, несмотря на ограничительные меры, разрешается торговля семенами и рассадой. Кроме того, смогут работать нотариальные конторы. А водителям грузового транспорта с 22.00 до 6.00 разрешено передвигаться без цифрового пропуска. С 21 апреля по решению губернатора в Московской области начали бесплатно раздавать медицинские маски. На данный момент уже заготовлено 250 тысяч защитных наборов. В каждом по две медицинские маски. Средства защиты для автомобилистов раздают сотрудники ГИБДД на постах проверки электронных пропусков. В ближайшее время раздавать маски начнут и пешеходам во всех муниципалитетах, в том числе в Лобне. Их можно будет получить из рук волонтеров на железнодорожных и привокзальных станциях, на остановках общественного транспорта, в пешеходных переходах, на улицах, а также у супермаркетов и больниц. Ежедневно планируется раздавать около 20 тысяч наборов. Подробнее об этом в видео, которое губернатор разместил на своей странице ВКонтакте. Мы все знаем, что когда началась борьба с эпидемией, каждый столкнулся с дефицитом масок. В аптеках их часто не было. Наши производители сейчас работают и иногда круглосуточно, чтобы компенсировать этот недостаток. А пока мы нашли возможность раздавать маски тем, кто вынужден ехать на работу или по другим срочным делам. Постараемся сделать так, чтобы у тех, кому пришлось выйти на улицу или куда-то поехать, были средства защиты. Так безопаснее. Спасибо нашим сотрудникам полиции, ГИБДД, волонтерам, которые сейчас раздают маски и защищают тем самым наших жителей. Мы организуем эту работу во всех городах Подмосковья. И, конечно, отдельные слова благодарности тем, кто дисциплинированно получает QR-код перед тем, как выйти из дома. Берегите себя. Новости из оперативного штаба по данным на 24 апреля. Бесплатные продуктовые и лекарственные наборы от губернатора Московской области в Лобне получили 107 многодетных малоимущих семей, 215 малоимущих пенсионеров. Продуктовые наборы от главы города Лобня и партии «Единая Россия» переданы 121 малоимущему пенсионеру трём многодетным семьям. Ещё 143 продуктовых губернаторских набора передадут малоимущим пожилым людям в ближайшее время. И 50 наборов выдадут малоимущим семьям, воспитывающим одного или двоих детей. Добровольцами волонтёрского центра «Единой России» по данным на 24 апреля выполнено 488 заявок на покупку продуктов и лекарств. 4244 пенсионерам предложена помощь. 48 добровольцев работают в волонтёрском центре. Если у вас нет возможности самостоятельно сходить в магазин за продуктами или лекарствами, звоните по телефонам, которые сейчас на экране. Уже со следующей недели лобнинские ветераны Великой Отечественной войны начнут получать муниципальные денежные выплаты в связи с 75-летием Победы. Соответствующее постановление подписал глава городского округа Лобня Евгений Смышляев. Участники войны получат по 75 тысяч рублей, вдовы участников войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники Ленинграда – по 20 тысяч рублей, труженики тыла – по 10 тысяч рублей. В эти категории попадают около 700 жителей Лобни. На следующей неделе начнётся перечисление этих средств. Это будет хорошей финансовой помощью от города нашим ветеранам и членам их семей. Особенно в нынешнее непростое время. «Наши дорогие и уважаемые ветераны, мы гордимся вашим подвигом. Мы помним и чтим защитников Родины. Мы вместе!» Написал Евгений Смышляев на своей странице в Инстаграм. Муниципальные выплаты полагаются ветеранам в дополнение к областным и федеральным. Из регионального бюджета участники и инвалиды Великой Отечественной войны единовременно получат по 25 тысяч рублей. Вдовы ветеранов и бывшие узники концлагерей, блокадники и труженики тыла – по 15 тысяч рублей. Размер федеральной материальной помощи составит 75 тысяч рублей. Ее получат участники и инвалиды войны, лица, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, семьи погибших участников Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. По 50 тысяч рублей выплатят труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма. В городе уже 63 многодетных семьи получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. Всего на сегодня подано 276 заявлений. Напомним, что предложение ввести новую меру поддержки для многодетных семей выдвинул глава города Лобня Евгений Смышляев во время выступления с ежегодным отчетом. Выплату может получить каждая семья, воспитывающая трех или более детей, вне зависимости от уровня доходов, при условии, что все члены семьи зарегистрированы в городе Лобня. Заявление на получение выплаты необходимо подать не позднее 5 декабря текущего года в администрацию или МФЦ. Также можно воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг. Или позвонить в отдел социального развития Лобнинской администрации по телефону 8-495-579-04-43. Напомним, что Лобня стала первым в России городом, где социальные выплаты из муниципального бюджета предоставляются многодетным семьям вне зависимости от их материального статуса. Чисто там, где не мусорят. После введения режима самоизоляции на улицах города стало заметно чище, с чем согласны многие лобнинцы. И это вполне объяснимо, ведь пока большинство людей сидят дома, дворники, работники городских служб и управляющих компаний ежедневно выходят на уборку улиц. Для очистки городских пространств и центральных улиц ежедневно на работу выходят более 40 дворников, муниципального управления по работе с территориями. Они же наводят порядок на тротуарах, подходах к магазинам, социальным объектам, а в каждом дворе чистоту поддерживают сотрудники управляющих компаний. Убирают придомовые территории, очищают урны около домов, выполняют санитарную обработку подъездов, детских площадок, являющихся проходными. Закрытые площадки регулярно осматривают и перевязывают сигнальной лентой. Чтобы проводить уборку более качественно, дворники используют такую технику, как, например, уличные пылесосы. Не остаются без внимания и мусорные контейнеры, которые обслуживает специализированная организация подведомственное Роспотребнадзору. Ее сотрудники регулярно проводят дератизацию, комплекс мер по уничтожению крыс и санитарную обработку антисептическими веществами. Четыре специализированные бригады занимаются сбором крупногабаритного мусора и ликвидацией несанкционированных свалок в Лобне. Регулярная уборка производится и на дорогах. Спецтехника обрабатывает, очищает и поливает проезжую часть главных магистралей Лобне. Параллельно с уборкой ведется работа по опиловке деревьев, удалению сухостоя и порубочных остатков. Для этих целей используются две единицы техники, выполняющие измельчение веток в щепу. Часть щепы затем используется в качестве удобрения для зеленых насаждений, а излишки утилизируются. В целом городские службы продолжают функционировать, как и раньше, хотя сроки выполнения работ по благоустройству все же были отодвинуты. Исключением является сквер на улице 40 лет Октября, где сейчас завершается второй этап работ по созданию новой удобной зоны отдыха. В него входят озеленение и ландшафтный дизайн, а также установка мостика, позволяющего спуститься к берегам пруда. Реализация проекта осуществляется при строгом соблюдении всех мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса. Не исключено, что работы будут завершены к тому времени, когда мы снова спокойно сможем выходить на улицу. В этом случае преобразившийся сквер станет приятным сюрпризом для лобнинцев. У меня на этом всё. Не болейте и до встречи во вторник. Субтитры создавал DimaTorzok